Прабхупада гулял по утрам на Чатикара Роуд. Тогда это были сплошные поля. Однажды утром один саду в шафрановой одежде поздоровался с Шрилой Прабхупадой. На следующее утро он снова пришел. И так он делал каждый день. И потом он стал ходить за нами. И с каждым днем он подходил все ближе и ближе к Прабхупаде, чтобы услышать что-то. И однажды он что-то сказал Прабхупаде, и Прабхупада ему ответил. Он приходил каждый день, и они говорили все больше и больше. И под конец прогулки, когда Прабхупада шел в храм, то он шел по своим делам. И вот однажды утром он пришел, побыл на утренней программе, и потом, еще одним утром, Прабхупада обычно шел к себе домой, прежде чем пойти в храм, и тут он пришел. Прабхупада пригласил его, и потом Прабхупада сказал ему, хорошо, он решил присоединиться, подготовь его, дай ему комнату и все, что ему нужно. И это был Горговинда. Вот так он пришел. Горговинда с вами. Прабхупада дал ему посвящение, потом саньясу и все остальное. Но он жил во Вриндауне как садху, отшельник. И просто каждый день, видя Прабхупада на утренних прогулках, он все больше и больше привлекался, а потом он предался. Так что Прабхупада привлекал преданных, просто гуляя по утрам. Я помню одну лекцию в Фогла-Ашеме. Прабхупада говорил, ну что, мои преданные, вас так много, и каждый из вас потратил столько денег, чтобы приехать сюда. Он все это подсчитывал и говорил, что это и есть правильное использование денег, что преданные должны приезжать каждый год сюда, вдохновляться, и потом возвращаться назад и проповедовать. Он воодушевлял преданных приезжать. Однажды утром, мы пошли на прогулку с Шрилой Прабхупадой, и в какой-то момент мимо нас проехала Воловья-повозка с несколькими пассажирами. Шрилой Прабхупада заметил, насколько прекрасна простая жизнь, что людям на самом деле не нужны современные машины, роскошь. Они могут жить очень просто. Мы проходили мимо полей, и Прабхупада сказал, что все, что нам действительно необходимо для жизни, это зерно, рис, дал, что в действительности даже овощей не нужно, чтобы жить, что фактически можно питаться только злаками и экономить время на сознании Кришны. У меня на протяжении 18 лет были трудности с планетой Раху, и они должны были продолжаться еще 9 или 10 лет. И я пошел к астрологу во Вриндауне, и он сказал мне носить янтру. И когда я подошел к воротам Кришна Баларам Мандира, меня там встретил никто иной, как Брахмананда Махараш. Он спросил, что ты носишь, Вишал? Я ответил, это янтра, я только что от астролога. Она должна противодействовать влиянию плохих планет. И Брахмананда на это ответил, «Правпада говорит, что не нужно ничего прибавлять к нашему процессу». Я сказал, «Ну, я хочу сам поговорить с Шилой Правпадой». И он назначил время. И Шилая Правпада спросил меня об этом астрологе, сколько он взял, кто он такой. И я все рассказал. Я сказал, «Шилая Правпада, я стал носить ее, потому что подумал, что она поможет мне стать более сознающим Кришном». И Правпада процитировал стих «Сарва Дхарман Паритя-джа». Он произнес всю шлоку 1866. И Правпада сказал, «Если ты просто предашься Кришне, Кришна, одним легким пинком может уничтожить 100 тысяч планет Рафу». Но это по-прежнему не до конца убедило меня. И я сказал, «Шилая Правпада, но ведь ваш духовный учитель был великим астрологом». Шилая Правпада резко оборвал меня и сказал, «Но он недолго занимался этим». После этого я отрезал веревочку и снял Янту с шеи, и выбросил ее где-то во Бриндауне. Мне все равно, где она. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok